Рождественские фантазии. В Музее искусств подвели итоги ежегодного конкурса детского рисунка и декоративно-прикладного творчества. В финал прошли 122 работы школьников со всего региона. 47 из них стали призерами творческого состязания. Рождество глазами детей в нашем следующем сюжете. Ёлки с подарками, зимние пейзажи и, конечно же, рождественские зарисовки. Праздник глазами детей отличается разнообразием жанров и техник, которые ребята использовали при создании своих работ. Картон, пластилин, витражные, масляные, акриловые краски, вата, стразы, кружево. Необходимые детали делали из самых разных материалов. Вот коллективная работа учащихся художественного лицея. Она самая объемная и сразу же бросается в глаза. Над ее созданием авторы трудились несколько месяцев. Мы выполняли в технике мусайга. И у нас шесть человек делали определенного человека. Я делала Гаспара, мудреца. Мудреца композиция называется «Под звездой». Конкурс этот традиционный. На суд жюри ребята представили сотни работ. В этих двух выставочных залах Музея искусств находится 122. Это самые лучшие. Картины, статуэтки, поделки с целым сюжетом. Самый популярный – то утро, когда нашли Иисуса Христа. В работах детей чувствуется волшебство этого мгновения, отмечает епископ Петропавловский Булаевский Владимир. Мы все, будучи с вами людьми разными, мы все объединены одной великой целью. Вместе сегодня прикоснуться к великой сказке под названием «Рождество». Вот эта вот тихая рождественская ночь пусть сегодня исполнит все ваши благие желания. А пока приятная церемония награждения, которую так ждут дети. Победителей сегодня много. Авторам 47 работ вручают заслуженные подарки. Сладости для хорошего настроения и наборы для творчества. Выставка – завершающий этап всех новогодних праздников. Потому что в этом году мы уже раздали 1200 новогодних подарков бесплатных, благотворительных. Третьего, четвертого в ассамблее мы провели два благотворительных новогодних утренника. Гран-при получила работа под звездой. Ее авторы – учащиеся художественного лицея. Выставка будет открыта для посетителей еще неделю. Ксения Куценко, Арман Джамангузов. Новости МТРК.